здравствуйте друзья я сегодня вещаю из теплицы своей зашла погреться вышла машину смотреть с водой водовоза и замерзла на улице холодно зашла в теплицу погреться тут 20 градусов а на улице не знаю но холодно ветер холодный вчера был ураган пожары были а сегодня пришли на работу понедельник и у нас две новости узнали мы выбрали нового главу администрации она работала замом а теперь ее выбрали главой было три кандидатуры два мужчины две мужских и одна женская и выбрали женщину сегодня она в обед уже руководит работает сейчас шла на обед она там проблемном участке дороги на проблемном участке дороги руководила там дорогу залила дома заливает вода подземная идет тает там копают роют каналу она там уже работает но посмотрим как будет работать прежний глава администрации отработала наверное года два но в общем у нее не кончился еще свой срок она ее убрали по каким-то косе за какие-то косяки но я по-своему говорю за какие-то недоработки нарушения уволили и и общем но я примерно знаю но я не буду у меня нету доказательств и не буду болтать не мое это дело в общем ее уволили за плохую работу и организовали досрочные выборы и вот на досрочных выборах пришло 800 человек всего 600 человек проголосовала за нынешнюю главу администрацию она работала я уже сказала повторюсь заместителем а по 100 человек на двух мужских кандидатур проголосовали но посмотрим время покажет как она будет работать но она уже организовала шествия машин за поддержку наших солдат спецоперации по поселку проехали много много машин с флагами в общем такая была у нас демонстрация начала хорошо вторая новость про наш завод приезжал к нам депутат государственной думы и теперь уже сначала нам сказали что приедет говорим потом сказали гуру лёв и теперь мы никто не ходил нам не к тому двух рабочих выбирали и не предупредили когда прийти куда прийти и в общем наши рабочие не сходили и даже не позвонили у всех телефоны есть и наши рабочие два человека которая говорит мы даже позвонили там телефоны давались для чтобы задавали вопросы и никто не взял трубку хотя в соцсетях приглашали на встречу телефон номер и никто не взял трубку у нас не могли дозвониться этот депутат мы так и не знаем какой приезжал потому что у нас там не было никого из рабочих были руководители директор журналисты какие в общем глава администрации потом еще активисты из поселка ходили человек наверное десять наверное повторяясь нас не было мы только видели фотографию нам прислали по ватсапу разослали люди неравнодушные по ватсапом посмотрели так мы не знаем о чем там речь шла но предполагаем что умышленно специально не сообщили рабочим чтоб ни один рабочий не пришел и ненароком ляпнул что-нибудь не то не принял невыгодное для нашего руководства ругается рабочие что мне пришлось им там побывать пришли бы люди много весь поселок пришли бы на встречу не было никого только самые самые не знаю какие самые самые в общем были вверхи низов не было и чем дело все закончилось дело все закончилось конечно хорошо пока временно приостановили ликвидацию уничтожения нашего завода все эти ликвидаторы свернулись и уехали все вывезли технику свою все свои вагончики в которых жили все вывезли и краны два крана которыми они грузили все машина вся техника все люди все уехали все видели их теперь завод у нас оставили в покое чего мы и добивались чего мы и хотели но не не факт что это будет навсегда это сказали приостановили временно видимо пока не утихнет шум может быть через какое-то время это все возобновится не знаем но мы будем узнавать смотреть ходить бдительно все все бдительно будить будем пока работаем работа есть у нас наши цеха рабочие не тронули и не тронут не добрались и и мы будем пока работать спокойно сегодня работаем доделываем один заказ ждем другой и надеемся все будет благополучно но сейчас у меня обед обеденный перерыв уже подходит концу пойду ждать машину воду надо набрать у нас вода привозная я с вами прощаюсь прошу новеньких кто первый раз зашел кто стесняется подписываться не стесняться быть активными писать мне комментарии ставить лайки кому понравилось дизлайки кому не понравилось в общем будьте активными это поможет моему каналу продвигаться дальше и мне нужны ваши ваши отзывы все пока до свидания жду машину уже опоздала на работу на полчаса уже два часа дня соседям сейчас будет наливать себе приготовила вот эту бочку не буду заносить домой может быть не замерзнет оставлю пока на улице посмотрю так-то тепло сниму здравствуйте далеко а раньше доставала сейчас подпятится по-другому не хватает шланга надо еще еще немножко хватило сегодня плюс 3 градуса может быть не замерзнет оставлю тихо кузя тихо задержалась на 30 минут меня уже здесь все потеряли две машины пришло надо одну разгружать другу загружать привезли стрелу на ремонт и за емкостью другая машина меня с утра не предупредили я бы бросила все эту свою работу не предупредили забыли меня предупредить привыкли что я всегда на работе сейчас миша придет ну сейчас зайдет залезет погрузим все сейчас будем грузить эту стрелу привезли без меня уже разгрузил михалыч сейчас будем вместе с ним двумя кранами бочку грузить там машина заезжает пятится в общем работы куча все пришел директор вон возле белой бочки проверить как отгрузили бочку все я не успела ее снять быстро уехал водитель торопился видимо или как не знаю я не успела снять стрелу стрелу будем вот эти вмятины выправлять вытягивать выравнивать и вот еще тут одна видно не видно мятина большая вот такая у нас работа будет теперь новая